Сегодня в нашем городе живут порядка 500 семей, воспитывающих трех и более детей. Не так давно самые активные многодетные родители решили объединиться и сообща решать свои насущные проблемы. Среди немалого количества забот, связанных с льготами и другими мерами социальной поддержки, у многодетных остается время для праздника. Подарить радость детям, это в первую очередь, показать многодетным, что мы их любим, что мы одна большая семья. Конкурс рисунков на асфальте, подвижные игры, аквагрим, вкусные угощения и любимые лакомства всех малышей «Сладкая вата». Активисты движения, зато многодетные волонтеры Центра «Радость моя» подготовили для главных героев праздник и интересную и насыщенную программу. Организаторы признаются, что волновались до последнего, не подведет ли погода, откликнутся ли на приглашение горожане. Но первый опыт оказался успешным и показал, что сообща можно решать множество проблем и делать добрые дела. Я наблюдала, как в Москве многодетные семьи активно дружат, сотрудничают, помогают друг другу, на них обращают внимание, привлекают спонсоров. Не потому что мы такие нищие и бедные, а потому что классно помочь семьям, где много детей. Свой вклад в организацию праздника ко дню защиты детей для ребят и многодетных родителей внесли спонсоры и неравнодушные горожане. Совместными усилиями было собрано 50 подарков для семей, где воспитываются 5 и более детей. К нам на склад обращаются за помощью очень много многодетных семей. Мы вот посчитали, у нас из Сарова только порядка 50 семей к нам обратились, и плюс еще Дивеевский район. Поэтому, конечно, такой праздник хотелось сделать. И когда зато многодетные к нам обратились с такой инициативой, я очень обрадовалась, потому что это союзник, я бы сказала, сильный, активный. Организаторы надеются, что такие праздники станут доброй традицией. Горожане, желающие помочь в организации благотворительных мероприятий, могут обращаться на гуманитарный склад и к волонтерам центра «Радость моя». Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.